В Турции рассказали об армреслинге с Россией по Идлибу «Политика мир». 19.1.10 февраля 2020 года в Турции рассказали об армреслинге с Россией по Идлибу. Фото. Россия и Турция, несмотря на сотрудничество в различных отраслях, с мая прошлого года соперничают в вопросе урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, пишет колумнистка турецкой газеты. Daily Saber. Мир Вишебни Маруч. Мав Себнемак. По ее словам, происходящее в данной провинции напоминает армреслинг. С тех пор Россия пытается загнать Турцию в тупик, считает журналистка. Вместе с тем в текущей ситуации у Москвы есть только одна возможность разрешить противоречия при условии, что Кремль продолжает придерживаться договоренностей по Идлибу, достигнутых в Сочи и Астане, сесть за стол переговоров с Анкарой и вместе скорректировать соглашение, полагает Аруч. По ее мнению, в противном случае между Сирией и Турцией в конце концов произойдет вооруженное столкновение. Будет ли Россия выбрасывать в мусор договоренность о зоне деэскалации в Идлибе и Сочинское соглашение, игнорируя жизни трех миллионов человек в Идлибе? Выберет ли она самый простой путь бомбить Идлиб, как было во всех других частях Сирии, где она поддерживала режим президента Сирии Башара, Асада? Задается вопросами колумнистка. Любые боевые действия в Идлибе спровоцируют появление большого потока беженцев в сторону Турции, чего Анкара не желает допустить, объясняет Аруч. С этим связана и поддержка, оказываемая турецкой стороной боевикам в Идлибе, и формирование в регионе собственного крупного военного контингента, усиленного бронетехникой. Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии с сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа. Кроме того, на фоне этих событий в Идлибе только за февраль погибли более десяти турецких силовиков, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.